Итак, Walmart не продает свои игровые компьютеры в Канаде, но это не убережет от попадания к нам в руки следующего поколения игрового супермощного ПК. Итак, я слышал байку, что так называемый игровой компьютер из Walmart может оказаться не тем, за что себя выдает. Но! Я серьезно себя изолировал. Я не смотрел геймер Нексус или битвитовские видео об этом, так что я смогу испытать все его великолепие в первый раз именно для себя. Так, Иван, ты уже заглядывал под капот, не так ли? Да, да, не спойлери это! Ладно, ладно. Переведено и озвучено Андреем Рыбаковым Итак, мое первое впечатление от супермощных волмтовских игровых компьютеров было ЧЁ? Но вскоре я подумал Чёрт, отличные характеристики за эти цены Довольно конкурентно, гораздо лучше, чем я ожидал К тому же, конфигурация выглядит очень осмысленной Как будто они наконец-то нашли того, кто знает, как собирать компьютеры, чтобы делать их системы Я имею в виду i7-8700, хорошо Да, конечно, это не К, никакого разгона не будет, эй, ну по крайней мере, это просто предварительная сборка GTX 1070, 16 гигабайт оперативки, 256 гигабайт SSD Ну, знаете, выглядит как то, что я и сам бы собрал за полторы тысячи долларов, типа того Открываем коробку Похоже на не такую уж ужасную инструкцию Определенно, я видел их хуже Подсоедините питание Подсоедините HDMI или дисплейк-порт к видеокарте Они показали, что куда подключать, но не очень хорошо нарисовали, что есть что Ну и ну Это неправильно Подключите ваш компьютер к интернет-кабелю, чтобы привязать ваше устройство Не очень понятно Делаешь ошибки? А, я это не заметил Что касается аксессуаров Тут у нас нормальный выглядящий провод питания Кусочек двойной липучки Должно быть, чтобы приклеивать эту штуку куда-нибудь Чтобы можно было брать ее вместе с велкро Это у нас RGB штука Так, еще больше супермощных постеров, чтобы я мог украсить свою комнату, потому что я супермощный или типа того А что это? Это вода? Значит, ты собираешься быть захлестнутым всей о-пиносностью этого и такой типа о-о-о-о Ты что, сказал, будешь захлестнут пиносностью? О-пинос 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 Так, а вот эта форма для печенья, это, видимо, виниловая наклейка Ну, это лучше, чем совсем ничего, как делают другие сборщики А вот это дороже, чем ты думаешь Итак, чтобы сделать наш тест производительности как можно честнее Я достал точно так же собранную систему От этих ребят из HP Так что мы можем понять, работает ли оно как положено прямо из коробки Давайте начинать Итак, на что я обратил внимание, хотя даже далеко еще не зашел Это не покрашенный блок питания И у него простейший серый задник Помню, когда спрашивал производители, сколько стоит покрасить блок питания И они говорили, что-то вроде 1,1 цента Так что это точно не очень хороший знак Если они экономят на внешнем виде эти десятые доли цента Но для честности, это никак не повлияет на производительность Итак, мы собираемся осмотреть его поближе Давайте его откроем Вообще-то это тоже довольно чудно Я никогда такого раньше не видел USB Type-C на маленькой плате расширения? И какого черта они сделали ее так высоко? И еще раз для верности Это та же конфигурация, что и здесь Никаких ключевых различий Ня-а Потому что я специально подбирал характеристики И различия между ними всего-то в 100 баксов Это 1400, это полторы Ладно, погнали О, тут RGB Так, смена цветов работает как положено О, задний вентилятор тоже RGB Пожалуйста, подключите кабеля PCI Express к видеокарте Что иногда может случаться при доставке, это... Ладно, я такого раньше никогда не видел Я тоже Там же есть защёлки Ага Похоже, они просто забыли вставить их Я просто пытаюсь понять, на каком моменте... О, это самая на вид дешёвая материнская плата Может быть, не самая дешёвая, которую я видел, но это чертовски близко Знаете, есть всего один шанс произвести первое впечатление Это не самое лучшее первое впечатление Вот чёрт, я только что заметил, что интегрированная графика выводится только в VGA Нет, конечно, это не важно, мы всё равно не собирались её использовать Но, блин... Какого она года? Ага, вот оно, октябрь 2018 Нет, я не вернулась на это во времени, просто тут VGA-коннектор сзади Итак, начнём с игр или со стресс-теста для процессора? Да, да, в синтетике Хорошо, бенчмарк Итак, у нас тут финишная прямая И оно и право идёт нос к носу, как я и предполагал, как я представлял А, ну да, 199 для... СУПЕР МОЩНОГО ВОЛМАРТ ПИСИ И 199 для нашего ОМИНА Так, давайте попробуем многопоток Интересно Наш ступер мощный компьютер и правда вырвался вперёд? 1312 О, хочешь жестокости? Ладно, давай Думаю, это честно Тест по-английскому, это честный тест Итак, я открыл диспетчер задач, чтобы проверить, что наши процессоры и правда на 100% загружены Прямо сейчас у меня 4,28, что у тебя? 4,29, хорошо Но держи ламе, что тут ещё мониторинг третьего ядра Так, моя система почему-то дольше не начинает тест Так, оно пошло, загрузилось в оперативку Так, теперь у меня 4,01 ГГц, похоже, я быстрее тебя Так, они настроили компьютер, чтобы он использовал турбобуст на всех ядрах, на этих цепях питания? Итак, что надо знать, то, что наш ОМИН действительно придерживается интеловских спецификаций А вот этот как-то разогнан Как некоторые подержанные материнские платы И кое-что на заметку Пока кажется, что всё работает хорошо, даже в мультипоточном стресс-тесте А наработка может быть уже большая У нас может быть отличный процессор, который держит турбобуст на все ядра просто отлично Но вот ваша система может быть нестабильна Ну, мы можем судить только о том, что перед нами И у нас на 4,01 ГГц все ядра загружены на нашем 8700 И вся температура в пределах 50 градусов И это всего на 35 градусов выше, чем вокруг Здесь довольно прохладно сегодня Нееееет Все передние порты это USB 2 Вот почему у них эта странная штука с USB 3 сзади П-п-п-п-почему они... Как вы можете делать конфигурацию в 2018 с USB 2 впереди? Вот почему они поставили эту странную штуку сзади У них нет спереди USB 3 Что это? Нафига они создали 4 раздела на жестком диске? Для чего это, блин, может быть предназначено? Они же знают, что деление жесткого диска не делает ничего, правильно? Это не добавляет ненадежности, не помогает организовывать файлы Зачем вы это сделали? Может для того, чтобы людям было удобнее раскладывать их в файлы? Для этого есть папки! Итак, мы не сравниваем скорость загрузки игры Потому что Tomb Raider тут установлен на SSD А тут на жестком диске, так что не обращайте внимания Но на игровую производительность это не должно повлиять О, мы ошиблись! Ну, я не знаю, может быть, потому что мы так часто загружаем игровые сцены? Но неважно, штука в чем Итак, теперь мы установили обе игры на SSD И... так, начинаем И посмотрим плечом к плечу Выглядит довольно неплохо пока что Но оно что, даже немного быстрее? Ну, я думаю... От дерьмо, я продолжаю менять цвета И похоже, что дохренели он Самых разных вариантов, если продолжать сжать на эту LAT штуковину Клянусь, тут уже было 15 различных вариаций Какого черта? Так, это то, как наша RGB штука... Это что? Отдам им должное Система выглядит довольно... Довольно круто И довольно чисто По крайней мере, сейчас Единственное, что тут абсолютно нет никаких фильтров Так что оно довольно быстро станет похоже на жопу Но, в любом случае Давайте перейдем к результатам Давайте глянем Средний FPS 86 Редкие события выглядят нормально И у Assassin's Creed Origins ситуация лучше не становится Это ультра, Full HD Ну и все выглядит нормально 63 FPS в сравнении с 71 Да, хорошо, вот доказательства Но если вы глянете поближе Время кадра процессора 50 миллисекунд 50 миллисекунд В то время как здесь 9 Ну, то есть вы четко можете видеть, что GPU это разница Так что FPS тут не сильно выше, но... Но центральный процессор почему-то работает значительно лучше здесь Ладно Давайте к нашему последнему, Deus Ex И здесь та же фигня И вот тут видно, почему нельзя доверять средней частоте кадров 87 против 88 Но вот редкие события больше, чем на 10 кадров ниже Это 15 или 18 процентов? Должно быть 15 процентов Это охренеть Ладно Давай берем H5 сюда И разберем эту штуку Итак, теперь не, не, мы можем тут это оставить Итак, это первый раз Когда мы снимаем и вторую панель И вот пара вещей, которые мне тут действительно не нравятся Номер один Это единственная 16 гиговая плашка оператив Я понимаю аргументы о том, что это может быть для апгрейда Но одноканальная память А, теперь понимаю, что душило нашу производительность процессора Но в любом случае Одноканальная память режет вашу производительность вдвое И еще Вот эти провода Я не смогу их лучше описать, чем булавка Это очень тонкие провода А ведь они проводят всю мощь для вашей материнской платы Так, у нас в 8 пиновый коннектор для процессора Так что я полагаю, это должен быть хороший знак Глянь снова Погоди, чего? А, ладно, забудь Это 8 пиновый коннектор с 4 пинами на материнке Так, а тут у нас что есть? Так, хорошо, это не самый худший кайбл менеджмент, который я видел Но это так странно по сравнению со всем остальным У нас тут небольшой налет профессионализма Но каким-то образом, в конечном счете Это Они испортили железо, которое стоит внутри Ради совершенно незначительной прибыли Эти чудовищно глупые ошибки Так, они приклеили на термоклей USB-3 коннектор Зачем они это сделали? А ведь это даже не тот коннектор, который понятно как вытащить Потому что, если что, эти штуки так сложно вытащить И вы можете вырвать даже гнездо на платье, если вы пытаетесь достать его Какая странная штука Но вот этот они не приклеили Тут какая-то совершенно тупая логика Если мы принимаем, что они все должны быть закреплены при помощи термоклея Почему это решение здесь, но не здесь? Это такой же коннектор Ладно, он не очень-то легкий Но это все равно гритвол Которые совершенно не делают отличные блоки питания Итак, это 500-ваттный блок И только 21 из 45 амперов тут выдаются по 12-ти вольтовой линии Которые предназначены для процессора И еще 24 для I.O., что бы это ни значило И это значит, что вы не можете выжать оттуда больше, чем 300 ватт И вот еще штука, на которую мы можем тут посмотреть Посмотрим, какую работу они тут проделали По нанесению термопасты По правде говоря, я не знаю, что ожидать Потому что некоторые штуки были сделаны с некоторой долей профессионализма Как кейбл менеджмент, например И, если честно, подобрать запчасти для такой комплектации было бы всего на 60 долларов дешевле Чем вот эта готовая сборка И это значит всего 60 долларов за сборку И это действительно работа, за которую стоит заплатить 60 долларов Я думаю, это вполне адекватно Но вот другие штуки, типа неволкнутых кабелей видеокарты, просто невероятны Так, тут не о чем беспокоиться Похоже, они размазали термопасту Вот по этой крышке Похоже, она была довольно сильно прижата Но вот тут довольно тонкий слой, там, где прилегают трубки Там, где теплораспределитель Так что у меня тут претензий нет И я ничего не видел такого по поводу термопроизводительности системы И штука какая И чистая прибыль здесь Они даже не сделали тут большой прибыли И не зарядили какую-то сверхвысокую цену за то, что вы получаете Просто эти ужасные ошибки при сборке Делают невозможным рекомендации этого USB 2 на передней панели Это что такое? И материнская плата Ей нужен существенный апгрейд Потому что вы не можете отказываться от производительности Для того, чтобы в будущем его проапгрейдить Вам нужно использовать нормальную плату С четырьмя слотами для памяти И в таком случае вы получите больше возможностей для расширения А что касается моего мнения Они променяли материнскую плату и блок питания на RGB И я понимаю, что RGB это для геймеров Но первое и главное Геймерам нужна производительность и стабильность Но прямо сейчас в этой системе слишком много подводных камней Для того, чтобы я мог ее рекомендовать И это все к сожалению, потому что я хотел бы сказать что-то противоположное Потому что Стив может быть был слишком придирчивый Не то, чтобы Стив когда-то придирался к маловажным техническим вещам Нет-нет Но может он все-таки был немного придирчивым или типа того Но я просто в позиции, в которой я не могу никому посоветовать покупать это